Если у вас есть Евангелие, давайте мы вместе прочитаем несколько стихов из послания к римлянам, из 12 главы. Всего лишь два стиха. Я хочу обратить внимание на последнее слово в этих двух стихах. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вы знаете, к счастью, цель нашей жизни сегодня это не спастись от озера Огненов, потому что Господь нас уже спас. Слава Ему за это. Это дано нам как подарок, и все, что нужно, это сохранить. Бог дал нам более высокие цели. Это одна из главных целей. Можно сказать, что эта цель вбирает в себя все остальное. Это познавать волю Господа. Познавать, кто есть Бог, и какие Его планы, какие Его намерения. И написано, что для того, чтобы быть способным эту волю Божию познавать, нужно, чтобы тела наши, плоть наши находились в нашем подчинении, как такая живая жертва Богу. То есть мы не должны жить под руководством нашей плоти. Как Библия говорит о многих неверующих людях, что они как водимые природою. То есть это люди, которые не могут сказать «нет» своим желаниям и инстинктом. Один человек сказал, что люди отличаются от животных способностью сказать «нет» самим себе. То есть животное, если захотело кушать, или еще какие-то проснулись инстинкты, его могут остановить только внешние факторы. Животное не может сказать себе «нет». Человек может при желаниях, каких-то потребностях тела, каких-то желаниях, он может сам себя остановить. И тогда логически мы настолько люди, насколько можем сказать «себе нет». И многие люди потеряли человеческий облик, потому что они полностью идут на поводу желаний своего тела. И они не способны сказать «себе нет», когда они чего-то захотели. И Библия говорит, что это люди, водимые природой. И это очень страшно. И поэтому Писание говорит, что наши тела должны находиться в нашем подчинении, мы должны знать, когда сказать «да», когда «нет». И это образ того, как эта жертва принесена полностью в Божье распоряжение. И второй момент, без которого невозможно познавание воли Божией, здесь написано, что наше мышление должно преобразовываться. После нашего покаяния у нас еще есть очень много прежних мирских понятий, и нам нужно преобразовываться. И все это сделает нас способными познавать волю Божию, которая здесь в таких, так скажем, трех, что ли, сторонах представлена. Благая, то есть добрая, хорошая, можно перевести это слово, угодная или еще можно перевести как приемлемая и совершенная. Я кратко обозначу вот эти понятия, а проповедь свою я назвал так. Почему нам легко нарушить совершенную волю Божию? Я вернусь к этому вопросу. Значит, смотрите, когда мы говорим о воле Господней, апостол Павел дает и три характеристики. Эти три характеристики постоянно, одновременно присутствуют, когда мы говорим о воле Божией, но можно усмотреть некую последовательность нашей жизни здесь. Благая воля Божия, я думаю, что прежде всего касается всех тех благ и добра, которые Бог дал человеку. И это включает в себя то, что мы узнаем, как Бог любит нас безусловно, принимает нас такими, как есть, отдал за нас жертву своего Сына, простил нам наши грехи, подарил нам Святого Духа, подарил нам вечную жизнь, утешает нас в скорбях, исцеляет наши болезни. Это все хорошее, приятное, радостное для понимания сознавания. Это такая часть воли Божией, которая нам в основном бывает приятна, и в это время мы обычно потребляем. И это неизбежно. И это не есть плохо, потреблять от Бога. И это напоминает такой период жизни человеческой, как детство, когда ребенок, в принципе, ничего не может отдавать, он растет за счет того, что потребляет. И Бог прежде нас возлюбил, первое оказало нам добро, и мы очень много потребляли, и будем потреблять из этой благой воли Божией. Хотя некоторым людям даже и этого не хочется. Иисус говорит некоторым, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Он предлагает им свет, он предлагает им жизнь, они остаются в смерти и во тьме. Второе, здесь говорится, воля Божия угодная. Это можно сравнить с подростковым возрастом жизни человека, когда его начинают уже так учить, отличать, как мы слышали сегодня, черное от белого, злое от доброго. То есть ребенок растет в таком понимании уже, когда его во многом нужно обуздывать. Он бывает уже еще и не взрослый, уже и не ребенок, и такой очень бурный проходит период, когда ему нужно в жизни как-то установиться. Я думаю, что здесь говорится о том, когда воля Божия открывается нам именно в отличении святого и несвятого. Когда Бог хочет нас уже не просто потреблять, но Он говорит, я тебе дал много добра, я поливаю тебя как землю, душу твою орошаю, теперь ты должен приносить мне плод, то есть поступать правильно и быть способным отличать плохое от хорошего. И, наконец, слово «совершенная воля Божия». Что уже, кажется, дальше еще может быть? Мы получили от Бога благо, мы уже учимся и у нас получается жить свято, и вот есть еще такая стадия «совершенная». Слово «совершенный» в Библии, может быть, вообще у нас в языке, имеет несколько значений. Мы чаще всего, когда слышим слово «совершенный», обычно мыслим, как синоним такой напрашивается, «идеальный». Это тоже есть такой смысл в этом слове и в Писании, когда Библия говорит о совершенстве как о идеале, оно говорит в таком смысле только о Боге. Если мы видим, где-то слово «совершенный» применяется к людям, там нигде не имеется смысла идеала. У слова «совершенный» еще есть смысл зрелости, то есть это как взрослый. Есть случаи в Писании, когда некоторые люди называются совершенными, как Павел говорит, мудрость мы проповедуем между совершенными, или у совершенных чувства, навыкам, приученные к развлечению добра и зла, говорится о некой духовной зрелости, когда человек, по-человечески говоря, взрослый духовно стал. Еще есть смысл слова «совершенный» как «завершенный», то есть как завершающая какая-то стадия, как бы дело совершилось и закончилось. Я думаю, что здесь такой же смысл подразумевается. Человек получил от Бога благодать, человек научился ходить свято, и, наконец, наступает в его жизни некая такая завершающая стадия в отношениях его с Богом, когда Бог начинает реализовывать в его жизни конкретный план именно для этого человека. Бог не начинает этот план реализовывать, если мы забуксовали, к примеру, на второй стадии. То есть если я не могу разделаться со грехом, то есть я снова и снова падаю на том же самом месте, что-то влечет меня, я не могу это влечение преодолеть, то Богу не надо реализовывать еще или рано, или невозможно реализовывать вот эту завершающую стадию в нашей жизни, открывать какой-то план, какое-то видение, как он говорил о Савле и Варнаве через пророков, говорит, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. То есть наступила такая завершающая стадия их жизни, где Бог открывает план, который касается конкретно их. И вот в чем вопрос, я повторяю, почему нам легко нарушить совершенную волю Божию? Благая воля Божия, она имеет у большинства из нас отклик, потому что это вопрос потребления. Мы обычно не против принимать. Нам нравится весть, которая содержит в себе положительную информацию. Нам не так, может быть, хочется нарушать угодную волю Божию, потому что она содержит в себе такие универсальные правила. Если мы нарушаем угодную волю Божию, то есть мы нарушаем Божьи заповеди, вот этого делать нельзя, то обычно это видят люди. Даже если, может быть, мы внутри бы и не прочь это делать, но люди скажут, нехороший человек обзывается, раздражается, может быть, крадет, может быть, лжесвидетельствует. И поэтому многие люди, они вот здесь как-то стараются работать над своим поведением. И как Писание говорит об одном, что он Бога не боялся людей, не стыдился. Иногда потеря Божьего страха в нашем сердце, то есть непосредственное такое понимание, что Бог смотрит на меня, и мне нужно действовать так, как ему угодно, это тускнеет. И на помощь, не так это уже и плохо, на помощь приходит стыд перед людьми. Некоторые люди, когда обнаруживают в себе такой момент, они говорят, вот меня пугает, что я сейчас поступаю правильно не потому, что я Бога боюсь, а мне стыдно из-за людей поступать неправильно. С одной стороны, мы должны встревожиться, с другой стороны, говорит о том, что у тебя запасной тормоз еще остался. И может быть, тот период жизни, когда ты из стыда перед людьми будешь поступать правильно, может быть, за этот период жизни у тебя снова восстановится страх Божий. Это не так уж и страшно. Это тревожный сигнал, но все-таки. И поэтому вот на этой части, которая касается святости и Божьей заповедей, у нас есть такие спасительные, при нашем даже духовном ослаблении, есть спасительные средства, как стыд людей. И когда мы даже, может быть, и попадаем на взыскание, и Писание еще говорит, есть такие случаи, когда чтоб с нами и не сообщались из-за нашего поведения, чтобы мы устыдились и вразумились и остановились. Вот здесь такая ситуация. А вот когда вопрос касается совершенной воли Божьей, то есть Бог имеет обо мне абсолютно конкретные и очень индивидуальные планы, а этот план для меня может быть дискомфортен, там нужно заплатить какую-то цену. У меня были собственные планы. Вы знаете, что в это время? Я озвучу одну фразу, которая будет ключевой во всей этой проповеди. Очень часто, когда мы нарушаем индивидуальный план Бога о нас, никто этого вообще вокруг не понял. Только мы одни знаем, что в этой ситуации я должен был поступить так или иначе. Но поскольку она не касается моральных сторон, она не касается вопроса греха вообще, мы поступили по-своему, как хотели, никто нас не осудил, никто не сказал, что плохой мальчик, и более того, некоторые даже могут нас поддержать в этом нашем решении. А в это время мы ушли от креста и от того предназначения, которое Бог от нас имел. Или мы приняли решение, которое сильно затруднит реализацию Божьего плана совершенного нашей жизни. Я сейчас это проиллюстрирую, потому что я понимаю, формулировать это не так просто. Руфи. Если бы эта женщина оставила на имень, как собственно свекровь и уговаривала их, идите, вы еще молоды, устраивайте свою жизнь. Если бы она вернулась своим землякам, мавитянам, в родство, скажите, пожалуйста, была ли бы она понята? Абсолютно была бы понята. Все бы сказали, я была бы на ее месте идти в чужую землю, в невесть куда? В нищету, без мужской опоры, нет даже свекров, в конце концов, чтобы как-то мог защитить слабых женщин. Все бы абсолютно поняли, и сказали, ну конечно, понятно, и мы, наверное, так же все бы поступили. Но внутри себя эта женщина понимала, что вот сейчас правильно для нее, даже если наименьше ждет нищету, разделить с ней эту нищету. Если бы Руф пошла устраивать свою жизнь, она бы не нарушила конституцию страны. Она просто бы поступила так, как поступает обычный человек. Когда апостол Павел был в темнице с силой своим сотрудникам, и темница рухнула, и двери распахнулись, и Саввел бы с варна силой, Павел с силой бы, сразу же воспользовались возможностью уйти, скажите, кто из нас бы осудил этих людей? Никто. Двери открыты, они абсолютно невиновны, Бог сделал так, чтобы двери были открыты, выходи, твоя свобода. Но этот человек знал, что прежде чем воспользоваться своим правом, надо хорошо подумать, что сейчас Бог желает, чтобы я сделал. Один брат, один из моих братьев, многие знают даже эту историю, она, мне кажется, в этом плане очень показательно. Было ему 16 лет, брат Валера мой, и он решил купить мотоцикл. Так уговорил маму, молодые люди знают, как уговаривать маму на картошку возить, как бы это сразу срабатывает. И, а в основном-то, конечно, в 16 лет, мне кажется, люди про картошку намного меньше всего думают, чем об остальном. Сам звук мотоцикла и как бы вроде там миссионерская деятельность, ну, в общем, все в комплексе и не разберешь, что я на самом деле хочу. Ладно. Он убедил матушку, значит, собрание проходит в ближайшее время, и через сосудо пророчествующего Бог говорит фразу, примерно звучащую так. Вот враг предлагает тебе игрушку. Игрушка или еще, или ловушка, я не помню точно. Суть в том, что он внутри себя понял, что вот сейчас вот эта покупка будет для него ловушкой. Он идет дальше к служителю, значит, к своему родственнику и говорит, вот такое пророчество, вот такое у меня намерение купить. Естественно, служитель что говорит, это не грех. Когда вы подходите к служителю советоваться, мы получаем обычно общее правило поведения. Там внутри нас есть понимание, что сейчас делать, и мы хотим иногда советом общим заглушить вот эту индивидуальную волю Божию для нас. И он купил этот мотоцикл. Служитель же разрешил? Какая разница, что там внутри у меня какое-то подозрение, что Бог именно об этом говорит? Какое дело? Пусть молчит внутри оно у меня. И он купил и говорит, хотя вот эта новая техника была, мотоцикл Урал, хотя российская новая это как бы очень понятие подозрительное. Я помню, даже хотя я был еще намного младше, что он что-то все крутил, там все ремонтировал, и потом он говорит, что моя молитвенная жизнь заглохла в это время. Я выпал вообще из духовной своей жизни. И знаете, вот этот такой момент, вот смотрите, в чем дело, что никто вокруг даже бровью не пошевелил, осудив его, что он купил мотоцикл. Только он один знал, не надо этого мне делать вообще-то. И вот так мы предпринимаем в жизни решение. Смотрите, вот Бог помог нам более-менее побеждать грех, и дальше хочет что-то глубокого от нас, как в скине был внешний двор, потом святилище, потом святое святых. Бог желает нас очень сильно приближать. И вы знаете, что мы никогда не доберемся до этого святого святых, до этой совершенной воли Божией, если не будем с собой честными. Есть случаи, когда мы чувствуем внутри, что даже переезжать из города в город нам не надо. Хотя никто не собирается нас за это осуждать. Это не вопрос греха не греха. Мы чувствуем, что здесь наше место. Какую-то даже покупку совершать. Какое-то большое дело начинать. И мы чувствуем внутри, что если сейчас вот это вот я начну, если я приму это решение, никто абсолютно меня не осудит, но я чувствую, что то, что сейчас Бог начинает делать в моей жизни, как Он начинает меня употреблять, это все заглохнет. И вот причина, почему нам в это время намного легче переступить, вот этот внутренний голос заключается в том, что никто нас за это не осудит. А некоторые даже посочувствуют и поддержат, когда мы отпиливаем кусок креста. Почему сказано о людях в книге Откровения, вы помните, это замечательная категория людей в небесах, это люди, которые исполнили совершенную волю Божию, вот эту завершающую стадию в жизни, когда Бог говорит, вот теперь, вот сейчас главное в твоей жизни. Говорит, они следуют за Агнусом, куда бы он ни пошел, помните, да? И одна из их характеристик, в устах их нет лукавства. Когда мы сами себя оправдываем, когда мы объясняем это решение, когда ничего здесь нет плохого, да и вообще меня поддерживают другие люди, и только там вот внутри такой вот, вот ведь ты не сможешь потом дальше служить так, как служил. Он так вот говорит внутри. Ведь ты же сейчас человека оставишь в беде, ведь вот этот человек, ему вот намного труднее, если вот ты сейчас примешь это решение. Вот этот голос внутри говорит, но никто о нем не знает. И то препятствие, которое нас в плане освящения иногда спасало, стыд перед людьми, здесь его нет. Здесь его нет. Если мы были люди, которые опирались на стыд перед людьми только лишь, то в совершенной воле Божией мы вообще будем перешагивать с большой скоростью все сигналы, которые Бог нам будет посылать. Я сейчас хочу с вами помолиться, братья и сестры, это такой вопрос очень индивидуальный, очень зависит от того, насколько мы честны с самими собою. Есть такие размытые понятия, как занятость и плохое самочувствие. Согласитесь, когда человек говорит, я занят, в устах каждого человека это имеет очень разный смысл. Когда человек говорит, я плохо себя чувствую, это начиная от давления на 130 и заканчивая с тем, что человек не может стоять на ногах. И бывает человек, который еле стоит на ногах, он не говорит о том, что себя плохо чувствует, а другой, который чуть-чуть там что-то голова немножко подкруживается, он уже готов окружить его плакальщицы, как написано, и свирельщики. И эти размытые понятия часто используются, когда Бог зовет нас, и говорит, я занят, я себя плохо чувствую, или я не умею, или я не могу. Это очень размытые выражения. И если мы нечестно сами с собой, мы можем заглушить вот этот замечательный Божий план, когда Бог говорит, я научил тебя уже ходить свято, я научил тебя побеждать искушения, теперь я хочу кое-что сделать через тебя, что я не могу сделать через другого. И ты не принимай в жизни решения, которые помешают мне это сделать. Помоги нам, Господи, каждому. Помолимся об этом.